телеканал крт представляет не зря я вспомнил по поводу пленок дыркача и байдена это имеет непосредственно отношение к происходящему соединенных штатов америки к этому так называемому черному майдану который сейчас происходит ведь давайте подумаем что стало катализатором понятно что видимым катализатором стало убийство темнокожего африм афроамериканца при задержании полицейским но по сути в америке скоро выборы президентские электоральное ядро демократической партии того же байдена да на которого выливается сейчас волна компромата причем заслуженного компромата по коррупции например в территории украины по коррупции его сына хантера байдена в бурисме эту тему нужно чем-то перебивать и они идут ва банк они начинают подогревать массовые протесты в соединенных штатах америки это 10 излюбленная всеми фраза что государственный переворот невозможен в сша потому что там нет американского посольства так разрушается об стены шепетовки как волны атлантического океана по одной простой причине все работники государственного департамента демократов при обаме были отозваны отозваны домой и сейчас вынуждены в карантин работать на дому то есть получается какая ситуация работа на дому и же тренируется на кошках свои именно тогда но если серьезно то мы должны понимать что идет серьезная борьба за президентское кресло соединенных штатов америки и демократы не брезгуют воплощать методы джина шарпа диктатуры к демократии то есть методичку цветных революций и эта методичка просматривается по всем косвенным признакам когда темнокожие афроамериканцы становятся на колени перед полицией безоружные это мы видели в грузии это мы видели неоднократно в украине в других странах в югославии а ты стою на колено потом мы звернули вагу статуи джорджа вашингтона уже почвы износит и вашингтон опад да у нас был ленин опад тут вашингтон опад начинается як ты вважаешь взагалі вони контролюю цю ситуацию чим может трапиться таке что ця стихия выйдет за межи можливости там зупинити це все отчасти смотря что считать контролем ситуации то есть контролируют ли они локально какую-то оперативную ситуацию вряд ли конечно есть там и сотники и десятники которая действует по методичке но им нужен неконтролируемый хаос в определенно взятом регионе им нужно показать эту картинку хаоса повсеместного негодование властью что народ готов на всяческий массовый протест контролируют ли они ее стратегически и вообще да контролируют прекратят поток денег прекратится революция в соединенных штатах америки деньги контролируют глобалистические структуры то есть демократическая партия соединенных штатов америки и их высшее проявление это трансляциональность финансово-спекулятивный капитал а поэтому да контроль у них есть нужно раскачать ситуацию почему смотрите итак сейчас этот карантин весь мир сейчас охватывает во острая волна кризиса коронавирус это один из механизмов обнуление экономики уменьшение потенциала экономического можно делать войнами можно пандемии можно псевдо пандемии неважно как главное чтобы прекратить развитие и понизить на процентов 20 например в тех же соединенных штатах америки уровень безработицы за время карантина вырос до 14 процентов то есть там уже я перепрошу мы згадуем еще самое на це на цьому наполягав трамп казавши я успешный президент потому что примене самым меньше кильки безработных людей и тут здрасте вам именно и трамп нужно вспомнить он говорил интересную фразу что лечение не может быть страшные болезни он имел ввиду экономической болезни потому что то как карантин и коронавирус бьет по экономике оно так по здоровью не бьет и поэтому мы должны понимать сейчас 19 из 6 если не ошибаюсь процентов безработицы в сша если сравнить к примеру с великой депрессией тогда было 25 процентов то есть недалеко ушли 33 миллиона человек безработных на волне этого массовые протесты на волне этого массовые протесты которые про спровоцировали именно классовым неравенствам в соединенных штатах америки это кино мне норовит сказать по поводу классового неравенства потому что если говорится о революции то нужно говорить о классах но не тут то было мы говорим о буржуазных переворотах скорее всего так вот дело в том что провокация именно на расовой основе она работает конкретно на руки демпартии это их электоральное ядро плюс уровень безработицы плюс падение экономики трамп он находится в такой как можно сказать подвешенной ситуации ему нужно решать все вопросы одновременно и разумеется демократы на этом пытаются хайповать пытаются повышать собственный уровень собственный рейтинг и все забыли уже о делах байдена о делах его сына коррупционных все сейчас смотрят на черный майдан вспомните фильм шикарный был хвост виляет собакой когда президента сша спалили что он там изменял то ли жене но я уже не помню детали и тогда сказал политехнолог нам нужна война с кем с албанией а почему с албанией почему не с албанией как бы ответ был прост такая же ситуация здесь только здесь более серьезная борьба сейчас идет разумеется это не фильм это реальная жизнь и мы понимаем что ставки очень высоки если выиграют протекционисты курс соединенных штатов америки продолжается как как при дональде трампе это миллиардные потери для финансово спекулятивного транснационального капитала который настроен именно на глобалистическую структуру экономики мира как которая начиналась еще в семидесятых годах то есть это перекупил перевод промышленности за границы потому что более дешевые средства производства соответственно больше зарабатывают именно оконечные бенефициары производства там же напротив сказал что нужно все возвращать и строить сильную америку внутри америки то есть он возвращается к этой доктрине а это не выгодно большим промышленникам поэтому кстати и apple спонсировал hillary и другие другие и промышленники и финансово спекулятивный капитал который не работает внутри америки которым не нужна сильная америка ведь мы знаем по марксу да капитал не имеет родины то есть там где он зарабатывает там ему хорошо поэтому в этой ситуации они вошли в клинч с дональдом трампом